призрачная красота ты смотрел эту комендию французскую эту этот спектакль призрачную красоту я смотрел я понял почему так сложно понять то что мы хотим когда я был на спектакль когда там еще не было все отработано актеры режиссер виталий готовили они готовили несколько месяцев я не помню когда они начали то есть полгода шесть месяцев это готовили этот спектакль когда я был это не было еще генеральная репетиция я посмотрел как бы чтобы дефекты какие-то убрать было видно что актеры не знают они не понимают что они играют они выучить несколько выучили слова но это было все были только слова как в школе в детском саде учительница дала им какие-то они читают без сердца без души они не понимают эти мысли взрослых поэтому мы радуемся этих детей за эти детей но они менять сердце не могут принести на ощущение ты не можешь вынести эту эту весть и в этом прозвище не так просто понять понять что это такое призрачная красота носить какие-то эмоции мы что-то поняли что-то не поняли моя мысль была такова чтобы в конце это и этого спектакля был знак вопроса чтобы мы сами задумались что такое не 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 невидная красота там в какой-то мере было объяснение а почему было так сложно посмотреть если бы я сейчас спросил как ты понял что такое необъятная красота призрачная красота были бы разные ответы потому что мы каждый для себя это все смотрим и видим что-то свое и я сидя здесь когда сидел я понял почему это так призрачно потому что его невозможно увидеть это так сложно увидеть что ты в проблемах что ты в сложностях когда тебе тебе сложно видеть свет в конце туннеля когда тебе сложно увидеть этот звезду витлеемскую которая ведет христу я не говорю только о пути к богу я говорю вообще обо всем каждому человеку который знает или не знает бога у всех у нас есть тяжелые моменты есть более легкие моменты есть эмоции когда вверху есть эмоции когда внизу есть когда все очень так как по все как по маслу а бывает что ничего не происходит не пол не удается и когда мы как мы себя чувствуем во всех этих ситуациях и как сложно увидеть это призрачную красоту красота вокруг нас она есть скажи красота вокруг нас он она вокруг нас и твоя задача его увидеть в любой ситуации какой бы ты ни был сегодня финансовая эмоциональная или отношение какая-то пустыня в отношениях как бы тебе плохо не шло в служении как бы тебе хотелось может быть тебе хочется все отложить может быть у тебя в семье какая-то ситуация конфликтная настолько или с мужем женой или с детьми все настолько выросло что тебе кажется все это конец дальше пути уже нету вместе и так далее какая бы ни была твоя финансовая ситуация когда тебе кажется что все так надулось и нет смысла сражаться и идти дальше или может быть самим собой возможно ты такой кто уходит домой я не говорю что сегодня может быть до этого служения тебе нечего что делать ты лежишь в кровати и тупо смотришь в потолок и думаешь что нет никакого смысла в жизни и важно увидеть есть смысл жизни и есть красота везде вокруг тебя лично в моей жизни самое красивое что произошло со мной это иисус христос это иисус христос это не какая-либо женщина или мужчина это не отношение это отношение с ним сегодня уже почти 2018 год через неделю мы войдем в новый год в 2000 году это почти 18 лет назад когда я не успешно после неуспешной попытки самоубийства будучи наркоманом пьяница и в очередной раз я был в камере тюремной холодно на стенах был лед и я ясно понимал что я не хочу жить я ясно понимал что я действительно хочу сделать себе самоубийство я не видел никакого смысла буквально было так что я физически чувствовал что дьявол своими демонами армии демона как злые духи они насилуют мою душу и именно тогда ко мне проговорил бог марте тебя может спасти только иисус христос представляешь если бы ты сегодня услышал такой голос я никогда не слышал такой голос друг здесь необъятная красота я говорю я говорю божье слово ответ рядом с тобой ответ ты слышишь и как часто ты слышишь проповедь ты вообще слышишь проповедь возможно ты в интернете слушаешь это в очередной раз и ты не видишь ответы на свои вопросы потому что лично с одной друг бог не говорит друг бог сегодня лично и к тебе говорит скажи своему соседу душу той лично top 5 говорит через пастора али луя люя доллар аитель лично к тебе угрозит через это ты это театры из прославления через пастора друг через друга через комплимент который тебе говорит рядом сидящий бог говорит к нам Воздай славу Господу. Я сказал, Иисус Христос, как Он может мне помочь? Как Он может спасти меня? Читай молитву. Просто читай молитву. И я повторял за это голосом. Элементарная молитва. Как обычно, люди молятся, когда принимают Иисуса Христа своим Спасителем. Они увидят эту красоту и принимают ее. Это источник жизни. Я молился. Драгоценный Бог. Я грешил. Я верю, что Ты прислал Своего Сына Иисуса Христа. Я верю, что Ты Сын Божий. Что Ты Бог. Что Ты три дня был в могиле, и на третий день воскрес. Прошу прости все мои грехи. И в тот момент во мне произошли изменения. Дух Святой вошел в меня. И Он изменил моего внутреннего человека. И я стал новым человеком. Новый человек. Это чудо. Это был последний раз, когда я наркотики употреблял. И не только потому, что это плохо или нельзя, но просто у меня нет желания. И больше никогда не появлялось такое желание. Это сверхъестественно. Через тринадцать лет стажа наркомана вдруг в один день просто произнес какую-то молитву, а после этой молитвы у тебя даже нет желания ни наркотики употреблять, ни наркотики, ни алкоголь. Просто хочется молиться. И это такое явление, которое может сделать только Бог. Бог, Он спасает. Бог исцеляет. Бог освобождает. Аминь. Призрачная красота. Иисус изменил мою жизнь. И это еще не все. С первого дня я не остановился. Все эти восемнадцать лет и это ключ моих, моего успеха. Я не имею в виду вообще какой-то успех снаружи, самому в себе. Источник моего счастья не только то, что Иисус меня спас, но регулярные личные отношения с Богом. Это Библия. Регулярно. Библия. Это разговор с Богом. Это молитва. Я никогда этого не переставал делать. И это моя красота. И еще это моя любимая тема. Какая бы тема с проповедью ни была, отношения, здоровье, эмоции, финансы, какая бы тема ни была, я всегда скажу, что самое главное личное отношение с Богом. сам твои личные отношения, чтобы ты не как ягненок, которым манипулирует, например, пастор. Чтобы ты не был такой овечкой, которому дают какие-то религиозные тексты, и все, ты идешь за ним. Я хочу, чтобы ты сам получал видение от Бога. Я только тот, который помогает тебе. И моя цель, чтобы ты не следовал за мной, а во-первых, за Иисусом Христом. Вот это красиво. Самое красивое. И как бы много я об этом не говорил, в каждой проповеди есть такая необъятная эта красота. вот почему в этом театре тоже тебе так сложно было понять, кто такая Вита, кто такой Роберт. В конце концов, они оказались вообще. Он снова решил стать для своей жены чужим. я, если честно, этого не понял. 18 лет с Христом я уже не понимаю, как так можно. Кто-то умер. Ну, понятно, что ты ее любил, но почему стать такой тряпкой? Я этого не понимаю. Бог понимает. Я действительно так не могу. Я не знаю, что должно произойти, чтобы попасть в такую ситуацию, но 18 лет назад я сам еще не знал, где ответ. До момента, когда я встретился лично с Христом. И сегодня не было бы ни такого духа, не было бы такой сегодня не будет такой длинной и обычной проповеди. Бог хочет сказать тебе сегодня лично. 24 декабря в календаре написано рождественский вечер весь день. Так точно и написано. Если в мероприятиях написано еще какое-то конкретное время, это конкретное время, если это у имени или дня рождения, тогда целый день. И особенно именно в этот день и в эту дату. И лично для тебя, скажи, для меня. Это не традиция, это не то, что я хочу удивить тебя красивой речью о маленьком ребенке в яслях, о всех этих трех мудрецах с их дарами. Я не хочу теологии или умными вещами тебе говорить, но я буду говорить от Божьего сердца, и Бог знает, что для тебя нужно, лично для тебя. первое царство, 31 с первого стиха. Очень грустный рассказ. Чтобы лучше можно понять, речь идет про 3000 лет назад, события, которые сфиксены в Библии, и речь идет про царя, первого царя Израиля. это символ, сейчас это церковь. Стань, раньше была эта нация, и Новый Завет, это мы, все церкви, все конфессии вместе взятые, Божьи дети. И первый царь Саул, он не был тот, кто был, ну, не был привязан к Богу, он не видел вокруг себя эту красоту. Он был тот, кто не учился в трудностях, не вытягивал добра, который не учился от проблем что-то участь и победить. Он в такую ситуацию сложную попал. Была борьба между филистинцами и израильцинцами. Я там не был, но это мне стоит перед глазами. Это очень грустное событие. Саул, который гнался за Божьим сыном Давидом. Саул, который отказался от Бога, но все-таки он был царем. Борьба с филистинцами. Филистинлян. Что, кто это значит для меня? Это армия димона, духи злые. Грех, проблемы, с которым мы боремся, и мы побеждаем, мы побеждаем. Мы боремся, если у нас трудности, если у нас проблемы, мы за это радуемся, потому что из каждой трудности мы видим неотъемную и необъятную красоту, то, что мы можем научить в этих ситуациях. и в следующий раз делать еще лучше. Мы видим то, что рядом с нами люди, если мы кого-то потеряли, у нас есть другие люди, которым служить, и которым показывать свою любовь. Правильно? Мы учимся из этого всего. Мы за это боремся и никогда не сдаемся. вот то, что в филистите темлямляне борьба с филистинлям их было больше. Я буду читать из Библии. Первое царство из первого стиха филистинляне уже воевали с результянами и побежали мужей от филистинлян и пали пораженные на горе Гелвуля и догнали филистинляна Сал и сыновей его и убили Йонатан это был друг Аминадаба и Малхисуа и Бита против Стала сделала жестоко и стрелки из луков поражали его и очень изранен был стрелками и он сказал оруженную сыновь своему обнажись твой меч и заколи меня им чтобы не пришли эти это армия не взяла мой труб не взяла меня и не издевалась надо мной надругалась чтобы я не пал в их руки живым он отказался это сделать он сказал царь чтобы я положил свои руки на тебе и он стал взял свой меч он был сильным мужчиной он был сильным лидером но тогда он проиграл он 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 поставил свой меч и он лег лег на меч и меч пронзил его а рженожец это был его помощь ближайший увидел что его господь умер он и он тоже пал на свой меч и умер с ним они резонциально бежали оттуда все сыновья Саула пали три сына его потом Саул потом его оруженосец кровь и пыль израильцы видели что их армия разбита они ушли своих территорий и отдали дьяволу отдали этих христианам территории своим кажется что всему конец у Израиля был свой царь его больше нет его сыновья умерли кажется что будет хаос и анархия нет кто их защитит кажется что ответа больше нет моя проповедь это необъятная красота всегда есть ответ всегда есть решение скажи всегда есть решение вторая Саламона 29 царь второе царство Давид который получил трон Саула на твоих горах пали герои только не говорите это гатам филистианам не говорите им радостную весть чтобы филистиан дочери не радовались чтобы они не радовались Давид говорит это еще не все это еще не конец если всему кажется что конец Давид говорит это еще не конец но филистианцев в то же самое время я читаю 6 стиха Пала его три сына его оруженосец его все мужчины и потом филистиане пришли на эту на этот там где была война они сняли все оружие и отрубили головы и повесили у своего города на стену и в этих и в своих храмах там где они там радовались все филистиане они радовались они отрубили ему головы в 9 стихе сняли им его оружие и они послали радостные вести по всю сторону и об этом его сыновья Саула несли в храм Аштата и смерть но его трупы повесили то что Бог говорит сегодня это ситуация которая может быть любого человека жизни это эмоциональное состояние это реальное фактическое состояние которое может быть каждый и Бог знает твою ситуацию Бог знает то в каком точке ты находишься сейчас ты верующий или нет Бог это он все знает и может быть тебе кажется что нет выхода я хочу пригласить Эдгара это спонтанно мне Бог сейчас это говорит Эдгар Панин он где-то там наверное но я думаю что он знает что я сейчас хочу я хочу сказать что Бог знает твою ситуацию ты может быть думаешь моим сыновьям еще головы не снят моя голова еще на плечах еще все не рухнуло у тебя есть своя ситуация иди сюда Эдгар помнишь ты мне рассказывал сон расскажешь может быть людям кажется что у них нет тяжелой ситуации но может быть есть расскажи если ты можешь свяжи это с собой ну итак идет речь про сон в этой церкви вместе с Богом я очень долго ничего уже не боюсь я начал там свыше прыгать что я только не делал здесь еще разные экстремальные вещи делаю можно сказать я преодолел какие-то пороки страха но на прошлой неделе была интересная ситуация вечер иду спать и смотрю сон я редко когда такие яркие сны вижу был такой яркий сон проснулся в страхе в паническом страхе я очень испугался я боялся заснуть снова сон без крови без насилия во сне все идеально много денег все что-то происходит все происходит все улыбаются люди вокруг из такого сна я испугался и практически нормально не мог жить полтора дня не мог найти себе место сюжет сюжет этого сна я в каком-то квартале дома все там там машины там ездят там машины отказывают тормоза и в какой-то забор въехал ничего такого ничего такого сложно выпрыгнул с этой машины там сремонтировали все ворота все обратно пойду обратно в машину а машина уже в сервисе там уже как бы рядом там уже там все уже делают как бы я удивился какие люди как бы такие хорошие никто не спросил уже там уже меняют и турбину и турбину что там что я даже не требовал все меняют я думаю вау кто будет за это платить кто я же не просил этого как-то странно это кажется хорошо вдруг жена со второй машиной подъехала деньги в карманы пачками мы с женой мы смеялись как бы можно жить в этом сне что там денег куча что там заплатили что-то за это в сервисе нужно выезжать дальше жена приехала на второй нужно куда-то ехать сидя садимся в машину едем еду вокруг квартала хочу или нет я все время там же сам возвращаюсь все в том то же самое место вокруг этого сервиса такой плюс-минус квартал кажется что странно уже нельзя оттуда выбраться я вижу еще один путь я думаю что нужно ехать в каких-то болот заехали так что нереально там нужно уже лодку жму газ как бы ягуар идет как танк это нереально такая ситуация все происходит все вокруг хорошо все получается люди радостными улыбаются но я понимаю что нужно куда-то бежать что нужно куда-то бежать еду по другой пути с другой стороны тоже опять в квартал попадаю я понимаю что я не могу выпраться из этого всего становится таким непонятным подозрительным я пойду думаю в кафе вместе с женой пойдем как бы через дома если вы из этого квартала нельзя выбраться по коридорам идем и опять сюда же самопопадаем я вижу что я все хорошо все у меня получается деньги пачками в сервисе машину чинят ягуар вообще как танк идет нереально так никогда не шел все идеально но внутри панический страх что это как бы твоя жизнь из которой из какой-то рутины ты не можешь выбраться из этой рутины нельзя выйти попасть наружу из этой рутины и такие люди которые вокруг рядуются они не хотят чтобы я выбрался из этой рутины они не были такой конкретной что мне надо ехать или цели может быть потому что я просто не мог выбраться из того района не мог физически выбраться что бы я ни делал проснулся с этим страхом что я могу выбраться оттуда хотя там было и хорошо но я понял и увидеть свою жизнь все в порядке все хорошо денег могло быть больше нет конечно пачками ежедневно жить нормально как христиану я понимаю что она всегда нужно быть чтобы был вырост что надо нужно расти нужно что-то делать нужно учиться нужно идти вперед пастор тоже уже говорил этот пример про когда ты бросаешь бутылку вверх что происходит когда ты кидаешь ее вверх и она есть одна точка где она остается но она там не стоит она падает вниз я это чувствую это в своей жизни что нужно что-то произойти вырасту проломлением точки проломления как в этом во сне там не было возможности я стою на месте и внутри и внутри из-за туда выбраться не могу с этими всеми хорошими вещами я остальное всего не знаю мне взял панический страх из-за моих ежедневных дел жизни я еще молюсь об этом сейчас какое-то могло быть решение для моего быта я понимаю что стоять на месте нельзя этот сон честно от Бога я не видел снова от Бога но у меня такая уверенность что это Бог мне показал и для всех других тоже спасибо Эдгар за свидетельство за сон за ужасный сон я могу даже не объяснять больше ничего но в том есть что-то что-то как бы ну не такое необыкновенное кто захочет он поймет он возьмет Бог знает где ты еще сейчас находишься платишь ли ты цену за то чтобы идти или ты падаешь он знает твою боль твое эмоциональное переживание он знает что происходит в твоем разуме и в твоей жизни не всем это то лучший вариант что Бог хотел бы увидеть в твоей жизни лучший вариант что ты хочешь в своей жизни вот ситуация с Саулом ситуация такая что все потеряно всему конец но у меня хорошая весть у меня хорошая весть Давид 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 который был жил в одно время с Саулом царем Саула он занял его место и Давид был царь у которого было личное отношение с Богом Давид был человек который шел через трудности и выйдет через каждые проблемы он что-то учился из-за этого и стал еще сильнее он был тот кто видел эту красоту в отношении с Богом и красоту в тех трудностях через которые ты можешь проходить побеждать до конца чтобы в какой-то сфере это не было в твоей жизни и филистяны они радовались дьявол может быть над тобой смеется ты может быть попал ты грешишь дьявол над тобой смеется знаешь когда я жил без Бога у меня был момент в моей жизни когда я такой бешеный у меня крыша ехала я бежал с точки А в точку с точки с пункта А в точку в точку Б я бежал по городу что меня несет что ноги меня несут я не буду объяснять почему это как это все было я реально слышу как длые духи надо мной смеются я слышал как они надо мной смеются ты знаешь что есть люди которые особенно которые очень сильно переживают он иногда слышит так же само как Роберт он иногда слышит то что в простой ситуации нельзя слышать так же само когда есть эмоциональная музыка ты можешь почувствовать и пережить то что ты не можешь пережить без музыки это была такая ситуация для меня я побежал в дом мам потому что она верит в Бога что это единственное мое спасение единственное я бегу туда и мой и этот голос смеется на мной если ты поедешь в тот дом то тогда убей ее дьявол у меня была тяжелая ситуация у тебя своя ситуация хорошее или хорошее может быть такая самая как у Эдгара ничего ты как бы вперед твоя жизнь ничего не идет ты живешь простую нормальную жизнь это не для Бога неприятно это тебе тоже самому не нравится такая жизнь тебе постоянно Святой Дух говорит нужно идти вперед нужно победить нужно что-то за собой оставить что нужно сделать людям с собой нужно оставить людей которые которые подняты нам нужно оставлять за собой Латвию лучше чем она сейчас своего соседа лучше чем он сейчас это называется любовь к Богу и к людям люби Бога люби ближнего как самого себя может быть особенно тяжелая ситуация может быть такая как у Эдгар ситуация и дьявол смеется над тебе может быть ты это слышишь может быть ты это не слышишь но дьявол смеется в тебе в лицо плохими словами но у меня хорошая новость царь Давид он занял свое место и филистянская радость превратилась в грусть потому что Давид поднял Израиль он поднялся как царь с сильным отношением с Богом и он их выгнал из израиля оцианской земли он приготовил путь и его сын Соломон стал самым богатым человеком на земле который такого больше не будет его сын Давид Давид лев из ютейской племени который не поворачивается как бы его путь не поверачивается перед ним и это слово от Бога для тебя сегодня 24 декабря 2017 году если дьявол на тобой смеется тогда он не знает того что ты Давид из ютейской племени он не знает того что ты станешь тем кто тот кто очень сильно к Богу привязан ты не будешь не поворачиваться назад твоя грусть превратится в радость увидеть призрачную красоту вокруг себя увидите в этих трудностях которые ты сейчас увидите позитивное увидите пару позитивных точек не смотри на негативное не смотри на проблему смотри на решение смотри потому что решение из каждой ямы из каждой есть три выхода Херод Херод Ирод нужно немножко про него поговорить Ирод когда узнал что родился Иисус царь которого не было Ирод был часть он был как бы царь в то время один из правителей он узнал что у него родился конкурент в Бетле в Вифлееме он он убил там всех младенцев всех младенцев я представляю тот вид не тот как и убивали этих детей когда приходит к нему что все дети убиты Херод со своим животом со своем комфорте со своем жире со своем уверенности со своей паранойи он свой толстый живот он сидит он гладит по животу и думает и говорит вот видишь я все знаю я всегда побеждаю я никому путь не поверну но он не знал то что он думал что моя проблема решена я продолжу сидеть в своем троне но он не знал что он будет грустным потому что Иисус что Иисуса среди этих детей не был Иисуса не был среди этих детей его родители получили от Бога что им нужно переехать в другое место в Египет если ты читаешь дальше Библию тогда Ирод он не умер своей смертью какая бы ни была моя жизнь все эти проблемы все эти насмешки это было прелюдия для моей победы и ключ увидеть позитивное в трудности личное отношение с Богом скажи личное отношение с Богом аминь Саул был человек который не был не был привязан к Богу Давид был привязан к Богу Саул был человек который не учился с ошибок к проблеме а Давид учился я хочу я хочу чтобы ты сегодня чтобы тебе сегодня умер Саул и родился Давид во мне сегодня Саул умер и Давид родился Давид который побеждает Иисус Христос он корень от Давида это нельзя уничтожить то что в тебе это намного сильнее то что в мире тот кто победитель только тот кто верит что Иисус Божий Сын ты победитель скажи я победитель аминь нет такой проблемы чтобы как бы на того не издевались они потому что последнее слово за тобой это Бог это слово от Бога сегодня для тебя Римлянам 8.28 все вещи идут во благо все вещи идут во благо хотя как глубоко ты не опустился это не Бог послал Бог никогда не посылает болезни Он никогда не хочет чтобы ты расстался в браке под негативные эмоции это не Бог Он не присылает смерть это не Бог увидеть в этом всем позитивное вытяни из этого всего и быть умнее в следующий раз быть сильнее все вещи идут во благо и Откровение 21.5 Бог говорит видишь я все делаю новым ты только что слышал не только христианское учение слово ты слышал нормально психолог скажет тебе то же самое учись негативное позитивное есть одна вещь есть то что человек есть ситуации которые с человеческой силой слишком мало человек не может сам себя испести и отправиться на небеса только он может делать себя новым человеком он только дает человек это не может это несколько лет назад может быть 25 лет назад я посещал нарколога доктор Гулбис я сказал что хочу стать свободным от алкоголя от наркотиков я хотел быть свободным я нарисовал на доске прямую линию и показал здесь ты начал употреблять алкоголь здесь ты сейчас а дальше ты пойдет так ты больше никогда не будешь здоров это говорит психолог нарколог ты никогда не будешь здоров ты всегда будешь алкоголиком но здесь ты можешь остановиться ты можешь быть анонимным алкоголиком я тебя могу отхапнетизировать так я как бы испугался и убежал но как бы не дала ему ничего делать со мной наука признает что есть вещи которые человек не может он может остановиться и держаться хочется но не может хочется но не может но Бог все делает новым он меняет твое сердце все что было это прошло все новое это чудо от Бога Иисус Христос умер за тебя все кто верят они становятся новым мне не нужно держаться хочу выпить и не могу я не хочу я свободен что Бог дает свободу это на самом деле свободен воздай славу Господу 2 Коринфриум 5.17 если кто-то во Христе это новое творение то что было то прошло то что было это прошло каждому человеку есть один раз жить и потом умереть а потом куда мы попадаем либо написали ватт это зависимо от того верим либо в него потому что я не могу правильно жить самостоятельно только тогда когда в нем это красиво то что я говорю самого лучшего от себя как бы стараюсь слушайся мое сердце это красота это призрачная красота это для каждого новая жизнь полноценная жизнь и после этой жизни есть вечная жизнь Бог благ чудесный я люблю Бога это церковь чудо это церковь чудо это самая большая одна из больших церквей в Латвии я не говорю о том про цифры где написано если мы верим статистике тогда в Латвии даже нет столько людей сколько в церквях людей я говорю про живую церковь те реальные люди которые приходят в церковь реальные люди когда куда приходят у меня есть особенно теологическое знание у нас финансово помогает Америка у нас нет только один бывший наркоман один бывший наркоман и пьяница нереально плохой человек редиска очень плохой человек сейчас я как бы не очень хорошая но я лучше но лучше все что во мне это мой Бог все что у меня есть это мое отношение с Ним отношение с Ним все он тот кто изменяет меня все что я делаю читаю Библию я молюсь и делаю то что он хочет я не сам себя освободил я не бросил наркотик я больше не могу это как бы употреблять или не могу знаешь сколько мне хватило сил сил я собрал эти все шприцы химические вещества то что мы все готовим я как бы не хочу это делать я все это выкидываю в мусорник в кулек выношу в мусорник как бы выбрасываю в кантэ проходит какое-то 8 часов 9 что делает Мартис идет обратно мусорник в 2000 году мы в Риге встречали новый год и там был белый снег и падал в глаза салют все так красиво большие глаза у Мартиса они падают в глаза я сказал себе с нового года я начинаю новую жизнь с нового года я начинаю новую жизнь я думал что я буду начинать новую жизнь только вот на праздник здесь и все с нового года вопрос через сколько я стоял у точки место где продают наркотики и снова через сколько через 2-3 часа мы поняли что друг придет и принесет эти кресты до того момент когда я встретился с Иисусом Христом это все у меня своя ситуация которая у меня все твои ситуации которые у тебя силы у Бога есть решение аллилуйя у Бога есть решение для каждого человека у Иисуса план для каждого для каждого человека у Бога есть план для моей жизни это церковь это чудо и ты тоже в этой церкви это чудо все что через тебя произойдет и люди которые пойдут и Латвия поднимется через тебя это чудо я думаю что нужно еще раз аплодировать и воздать славу Господу я думаю что хватит мы можем встать призрачная красота вокруг тебя только две вещи в трудностях увидеть позитивное используя это в победе в жизни радуйся только так можно расти только так можно что-то достичь и не оставайся в своем комфорте в своих проблемах потому что смерть Саула и смерть его сыновей и это издевательство этой армии это только иллюзия потому что родился новый человек Давид родился Христос Он родился в тебе Аллилуйя все что было это прошло все стало новым Аллилуйя новая жизнь новый человек Аллилуйя я думаю чудесный Бог и это проповедь Святой Дух проговорил на тебя поднял тебя и такая была цель Бог тебя поднимает если ты к Нему привязываешься никакие трудности не могут идти тебе в ход только тебе во благо друг я хочу чтобы если ты не знаешь все Христа лично я не хочу никого уговаривать никого не хочу уговаривать если ты не знаешь Христа лично но ты хочешь сегодня его принять Рождество чудес чудес рождественское чудо произошло в твоей жизни если ты хочешь это то ты можешь его принять сегодня ты можешь сюда прийти вперед я буду вместе с тобой молиться мы будем молиться молитву покаяния, чтобы Иисус простил все твои грехи, и ты стал новым творением. Я буду молиться, чтобы Он сделал чудо в тебе. Здесь Святой Дух, здесь Его сила. Только Он может переделать. Только Он может, что старый человек в тебе умирает, и новый человек рождает, что Саул уходит, а Давид приходит. Если ты хочешь принять Иисуса Христа к Своему Спасителя, иди сюда, вперед, и будем вместе молиться. Две минуты буду ждать, и потом будет молитва. Иди, Харисто. Иди к Иисусу. Иди к Иисусу. Если, может быть, Он не хочет начать новую жизнь с Ним, если Он хочет, идет вместе сюда. Иисус, Он чудесный, и вы чудесны. Классно. Иди к Иисусу. сегодня еще есть место в этой стране еще место есть иди ко христу еще одна минута еще одна минута и это и этот проход будет полным тогда мы будем молиться аллилуйя еще пятьдесят секунд иди к иисусу туда варь ты еще можешь ты еще можешь успеть хорошо будем молиться если ты не вышел вперед тогда ты можешь насочетать ее сна в совместе где ты сейчас находишься расслабься ты можешь закрыть глаза если ты хочешь так будет легче и повторяя эту молитву за мной скажи мне милый небесный отец я прихожу к тебе во имя иисуса христа сегодня я признаю что я грешен сам не могу никак себя искупить я принимаю решение пиццы верить что ты бог пришел на землю воплоти иисусе христе умер за мои грехи три дня был в гробу воскрес и через святого духа ты здесь иисус иисус прошу прости все мои грехи вводи мое сердце будь господином моей жизни спасибо иисус что с этого момента все мои грехи прощены ты живешь во мне я новое творение что было то прошло все новое у меня есть ты мужик газе и вечная жизнь аминь и все кто в зале могут аплодировать этим людям а